В Чите только патологический оптимист может чувствовать себя, если не счастливым, то довольным жизнью настолько, чтобы не замечать многочисленные проблемы столицы Забайкальского края. К счастью, такие люди есть в поселке Рудник-Кадова, которые на вопрос журналиста «Не боитесь ли вы собачью свору?» отвечают. В чем или где черпает эта женщина запас жизненной энергии неизвестно, впрочем, речь пойдет не о ней и даже не о четвероногой махнатой и вающей братии, что чувствует себя в Чите, словно в легендарной стране вечной охоты, где к их услугам многочисленные, никем не убираемые, но регулярно пополняемые помойки. А для развлечения можно полаять или покусать беспомощных двуногих. Впрочем, во дворе дома 61 по улице Новой в поселке Рудник-Кадова относительно чисто и тихо. Здесь другая беда. Как отсюда уехать? Я тоже пенсионерка, уже 15 лет на пенсии. Езжу каждый, ну не каждый день, раз в месяц в основном мы ездим за пенсией. И все это приходится ездить в город. На 14 автобусе 35 рублей. А если обратиться в поликлинику, нам до порта 35, а там только один терапевт, самотолог принимает. Мы едем в Черновске, и нас направляют там еще 35 рублей. В один конец 70 рублей. Действительно, в одном из самых далеких околотков Читы с населением более 5000 человек нет ни аптеки, ни банкомата, ни клуба, где молодежь или старики могли бы провести свой досуг, занимаясь спортом или хоровым пением. В поселке проживает много пенсионеров. Тариф автобуса 35 рублей. Льгот нет. Поживые люди вынуждены ездить в аптеку за лекарствами, оплачивать коммунальные услуги, снимать пенсию в Сбербанке. С поликлиникой та же беда. Часть нужных врачей находится в одном месте, часть в другом. К чести перевозчика можно сказать, что маршрутные автобусы ходят регулярно. По словам местных жителей, наполняемость автобусов хорошая, маршрут востребован. Хотя в разговоре с водителем понять сложно. Пассажиров мало, но поменять автобус на более экономичную маршрутку нельзя. Иначе всеживающие не влезут. Вы когда ездите, народу много, у вас окупается маршрут? Нет. Не окупается? А почему? Ну, нет народу. Мало народу совсем. Затрат сопоставимые заправкой, обслуживанием. Еле-еле перекрывают. В городе маршрутки едут, они более экономные? Ну, как экономные? Каждую свою затратность. У нас просто количество народу вывезти проще таким количеством автобусов. Это то есть бывает час пик, да? Автобус по категории комфортнее. То есть, ну... Так вы же говорите, что народу мало или много в среднем. Ну, да, как приходится работать, все равно маленько выходит комбинатор. Почему нет прямого рейса из этого околотка в другой, на Черновские? Это вопрос прямой. Почему не субсидируются перевозки из отдаленных районов Читы? Хотя бы для пенсионеров. Уже второй. В чем проблема вернуть банкомат и открыть аптеку? Третий. Зачем нам такая бестолковая власть? Четвертый, пятый и шестой. Элементарные вещи необходимо показать, рассказать, разжевать и положить в рот чиновникам и депутатам. Я хочу сказать про транспорт, про единицу. Я езжу к матери на Черновские неделю раза три. Выходные практически. Единицы, вот я вот на той неделе в пятницу не могла уехать, не было единицы. Выходные ходят очень плохо. Бывает вообще не ходят тоже на перекладных, на двух автобусах. То есть на 14-й, потом уже на 19-й садишься. Второй вопрос по благоустройству. Обрезку деревьев не делают. Я обращалась, сделала заявку. Мы у цветочки садим возле подъезда, сами занимаемся благоустройством. Просили сделать отвод воды из подвала. Нам говорят, ставьте счетчик. А почему мы должны ставить счетчик, когда мы платим за благоустройство? Благоустройством ЖКО у нас вообще не занимается. Текущим ремонтом в подвале тоже не занимается. То есть начинается отопительный сезон, они работают по аварийной системе. То есть аварийный вызов, они пришли. Относительно по сравнению с центральным районом Читы чистота во дворе, скорее заслуга советского воспитания местных жителей. Проживаю в 59-м доме. У меня вопрос о горячей воде. Отключили отопление, и горячей воды не стало. Вот до сих пор мы мучаемся, воды нет. Приезжают, ремонтируют, но так и дело стоит тупиком. Куда-то обращались? Да, приезжали. Вчера опять приезжали, делали что-то. Но включаешь воду, а бежит денежка. В довесок к транспортным проблемам все тот же мусор. Безобразная вода, канализация и прочее, прочее. Но главное – цена за проезд, чтобы уехать отсюда. Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, Антон Доценко, ЗАП-ТВ.